Сегодня, когда мы с нетерпением ожидаем супер-вторника, когда праймерис выходит на национальный уровень, мы связались с нашим корреспондентом в Вашингтоне Штефаном Гробе. Что ж, начнем с республиканцев. Будет ли глаз победной трубы Дональда Трампа слышен в среду по всей Америке? Вполне возможно, Крис, что супер-вторник Трамп разыграет очень хорошо. Если вы посмотрите на результаты опросов, то увидите, что единственный штат, где он не возглавляет рейтинги, это Техас. Но если он выиграет во вторник все остальные штаты, дальше его уже ничто не остановит. Что интересно, так это та поддержка, которую Трамп получил ото всех основных групп электората республиканской партии. При этом эта кампания даже не связана с какими-то политическими вопросами и даже не с фундаментальными ценностями. Это настоящее протестное голосование, которое отражает высокий уровень недовольства и растерянности в отношении республиканской элиты в Вашингтоне. Ну и, конечно, республиканский партийный костяк не сумел консолидироваться вокруг единого умеренного кандидата, такого как Ромни четыре года назад или Маккейн восемь лет назад. Хилари Клинтон, похоже, идет с опережением. Как чувствуют себя ее сторонники? В лагере Клинтон чувствует себя очень уверенно, особенно по результатам двух последних праймерис в Неваде и Южной Каролине. Огромную поддержку Клинтон получила от национальных меньшинств, что как раз и сможет сыграть ей на руку в супер-вторник. Она совершенно спокойно лидирует в семи из одиннадцати штатов на юге, откуда направляется большое число выборщиков. Так что в этом отношении она сохранит достаточно серьезную дистанцию, которую Берни Сандерс не сможет преодолеть. И мы даже здесь не говорим еще о деньгах, ведь если он покажет плохой результат супер-вторник и дальше, то он, возможно, просто потерпит фиаско и в финансовом плане, не получив в дальнейшем поддержки от партийной элиты, которая в большинстве своем твердо стоит за Хилари Клинтон. Получается, что, исходя из этого, нас ожидает в будущем битва за Белый дом между Трампом и Клинтон. Я правильно понял, Штефан? Да, и кажется, что мы движемся к этой битве гораздо быстрее, чем думаем, и тогда это будет настоящее сражение не на жизнь, а на смерть. Дональд Трамп уже определил, как он намерен атаковать Хилари Клинтон по-крупному. Он собирается припомнить ей ошибки того периода, когда она занимала позу госсекретаря, секретную переписку, которую она вела со своей личной почты, трагедию в Бенгазе, ее юридические проблемы, семейное наследие и вообще всю политическую преемственность. И все это будет довольно нелицеприятно. До сегодняшнего дня Хилари Клинтон упоминала Трампа время от времени в своих агитационных речах, но пока не направила на Трампа свое оружие по-настоящему. Впрочем, она наверняка, скорее всего, это обязательно сделает и обрушит свою критику на его темперамент, на отсутствие чертой программы, на его наглость и ксенофобию. Так что я думаю, что мы находимся на пороге очень долгой и грязной компании Крис. Просто замечательно. Спасибо, Штефан. Впереди супер вторник. Смотрите нас на экране и следите за новостями, результатами и реакциями в этот знаменательный день на нашем веб-сайте. Увидимся. Продолжение следует...